Добрый день! В эфире программа Панорама. Мир часто сходил с ума от музыки. На Западе сходили с ума от Пресли и Битлз, в России от Кобзона и Пугачевой. В 1982 году вкуса Советского Союза и мира в области музыки совпали. Мир сошел с ума от песни Филичета. Россия не была исключением. Два молодых итальянца Альбана и Рамина Пауэр поразили всех. Этой песней называли детей, эту песню исполняли друг другу, этой песней жила вся страна. У нас в гостях Альбана. Альбана Коризи. Популярный итальянский певец. Альбану Коризи родился в 43-м году в бедной крестьянской семье. Отец Альбана во время Второй мировой войны был в Албане и в память об этом дал сыну имя Альбану. Позже Альбана разделил свое имя на Альбану, которая и стала его сценическим псевдонимом. В 16 лет Альбана покидает свой родной дом и направляется в Милан, уже тогда твердо решив стать певцом. В 67-м году к певцу пришла известность. Песня «Нель Соли» имела оглушительный успех. В этом же году был создан художественный фильм «Нель Соли», на съемках которого Альбана познакомился с американской актрисой и начинающей певицей Рамины Пауэр, которая играла главную роль вместе с ним. В 70-м году состоялась свадьба Альбана и Рамины Пауэр. В 82-м году дуэт Альбана и Рамины Пауэр выступает в Сан-Ремо с их знаменитой песней «Филичита», которая сделала их известными на весь мир. Вплоть до 91-го года, когда их дуэт распался, Альбана и Рамины записывали многочисленные совместные композиции и выступали на различных международных фестивалях. В 90-е и 2000-е годы Альбана регулярно выступает на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, гастролирует и записывает сольные композиции. Спасибо огромное за ваше согласие дать интервью нашей программе. Добро пожаловать в Москву. Большое спасибо, мне тоже очень приятно быть в Москве с таким прекрасным солнышком за окном и с таким солнцем здесь между нами. Ваш новый проект называется «Каризи поет Карузо». Вы неоднократно возвращались к этому певцу, уже выпускали диск, насколько я знаю. Почему именно Карузо? В Италии столько потрясающих певцов, которые исполняли Арии, Марио Ланца. Дело в том, что когда я был ребенком, я очень часто слышал о Карузо от моего отца, когда он меня вел за раку в поля на работу. Мой отец, который готовил хлеб, он рассказывал об этом человеке, который потом стал известен в Америке, по всему миру. Превратился в своеобразный миф. Соответственно, я вырос с этим мифом в жизни, в душе. А Карузо – это все-таки миф, или действительно его голос по сегодняшним меркам был чем-то выдающимся? Он действительно стал мифом еще до своей смерти. У него был великолепный, изумительный просто голос, и он смог перенести свой голос на диски и таким образом совершил что-то необыкновенное. Помимо голоса, Карузо известен своим неоднозначным характером. Например, для всего мира он представлял воплощением итальянца. Это веселье, разгульный нрав, любовь к вкусной пище. Вы похожи? Сложно сравнить меня и Карузо. Все-таки, прежде всего, моя страстная любовь к нему связана с его голосом. Хотя у нас немножко разный голос. Но в любом случае мы в чем-то похожи. Мы оба слуга Италии, мы оба родились в достаточно бедных семьях, и оба жили стремлением вырваться в мир. Американцы сделали когда-то фильм «Великий Карузо», который, говорят, что полностью не передал ничего о певце. Не передал ни его характера, ни его жизни, ничего. Какой, на ваш взгляд, фильм, который передает итальянский характер? Существует ли картина, которая передает настоящий итальянский характер? Фильм — это, прежде всего, проявление фантазии, проявление видения режиссера. Помимо этого, говорили, что Марио Ланцо, что он копия в чем-то Карузо, хотя, безусловно, это совершенно разные голоса. А Карузо, прежде всего, это человек неповторимый, копию которого невозможно воплотить в жизнь. Все прекрасно, сеньор Карузо. На сегодня запись закончена. Давайте запишем еще одну песню для моей дочурки. Готовы, Санти? Готовы. Спасибо. Готовы. 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 Поколение бабушек обожало Карузо, поколение родителей Марио Ланца. Поворотти. Вы начинали работать с кланом Челентано. Что нового он внес в итальянскую музыку? Челентано принес много нового в мир музыки. Он необыкновенный певец, но, к сожалению, он боится путешествовать самолетом. В связи с этим он ограничил себя во многом по распространению своей музыки. Но неповторимые его тексты, его песни, они очень впечатляют. Это, конечно же, важная эпоха в мир музыки. Готовы. 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 певцы, великие оперные певцы начали исполнять поп-музыку. Как вы относитесь к этому явлению? Мы все хорошо знаем, что любая музыка, будь то лирика или опера, пишется одними и теми же нотами на тех же самых строках. Поэтому можно сказать, что большой разницы нет. Но с другой стороны, даже человек, который пел оперу, потом начинает исполнять поп-музыку, он в любом случае исполняет поп-композиции, которые близки к тому, к прошлому. Даже я мог бы исполнять эти теноры, потому что у меня голос позволяет от тенора и выше. Но плюс мне нравится, меня развлекает музыка поп, более легкая музыка. Я знаю, что вы хотели создать три тенора поп-музыки вместе с Жаней Маранди, насколько я помню. Почему не удался этот проект? В рамках этого проекта хотели объединить трех людей, которые являются представителями одной эпохи, 60-х годов. И все трое выросли из семей одного уровня. Отец одного был сапожником, другой был рабочим, мой отец Альбаном был крестьянином. И все трое сумели добиться своего в жизни, стать известными в мире, в этом символизме этого проекта. Считаете ли вы, что существуют музыкальные и немузыкальные языки? Понятно, для всего мира итальянский и французский — это языки музыки, в которых само даже звучание заложено. А что вы скажете про русский, про немецкий язык? Русский очень тяжелый, чтобы его петь. Я действительно пробовал. Есть много музыкальных языков, как португальский, итальянский, может быть, французский. В них больше диктонгов, которым за счет этого можно играть голосом. Русский, конечно, сложнее, в нем больше акцентов. Он в этом плане языке больше похож на немецкий, наверное. Русский — больше язык, на котором разговаривают политики. Певец и политика, я знаю, что ваша песня «Либерта» стала гимном революции в Румынии. Как вы относитесь к тому, что вас артисты используют как знамя революции, знамя политики? Это нормально, когда музыка становится частью, постепенно переходит в политику. Первый раз такое произошло во времена Франсиска Франка, когда была исполнена эта песня «Либерта». И тогда я вообще был запрещен в Испании к исполнению, хотя я всегда исполнял вещи просто от души, которые отражали мои эмоции по отношению к тому или иному вопросу. Эта песня «Либерта» родилась, когда я смотрел, любовался берлинской стеной, хотя даже никогда любовался, а когда проходил под ней, у меня хватило такой грусти, у меня возникла эта песня. Эта песня прозвучала не только как гимн революции в Румынии, но и для Албании. После исполнения этой песни в зале Конгресса президент Албании сказал, что в этот момент он понял, что мир уже изменился. Все мы понимаем, что мы за свободу и против насилия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я живу для веры. Ливерство, когда еще один голос танцеран. И танцеран для веры. Понятно, что у вас к Албании особое отношение, потому что она связана с вашим именем и происхождением вашего отца. Ваше отношение к проблеме разногласий между Сербией и Албанией по поводу Косово? Нормальная ситуация, которая всегда возникает в приграничных районах. Такая же ситуация сейчас в Испании с стороной Басков, в Франции с Корсико. У нас в Италии раньше было Сальто-Адичи. В принципе, то же самое может быть и в Армении, в Азербайджане, в Македонии, в Греции. Когда речь идет о приграничных районах, которые не знают, куда им деваться, в какую сторону. Главное, что необходимо для разрешения этой ситуации, это высокая дипломатия, дипломатия высокого качества и желание добиться положительных результатов. Вы встречались со многими людьми, которые определили лицо 20 века, и которые признаны уже сейчас практически святыми. Это и мать Терезы, и Иоанн Павел II. Существует ли для вас понятие абсолютный герой, человек непогрешимый? Ну, такой человек, это Джованни Павел II, который, наверное, совершил столько же дел на уровне Папы Пия. Джованни Павел II много путешествовал, он объединял людей, объединял нации. И приятно, когда он умер, многие люди плакали из-за него, именно как из-за человека. Иоанн Павел II стал первым римским папой неитальянского происхождения на Святом Престоле, избранным за последние 455 лет, одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения. Иоанна Павла II в ряду его предшественников поделяют уже одни только покаяния за ошибки, совершенные католиками в ходе истории. Он смог быть индийцем среди индийцев, работником среди рабочих. И при этом я пел для него 7 раз, и каждый раз я был крайне воодушевлен. Наверное, больше я не смогу такого встретить человека. Я тоже стоял на площади Святого Петра в последние часы Папы, смотрел на освященное окно и ждал, что произойдет чудо. Сейчас новый Папа, вы считаете, что не соответствует тем высоким планкам, которые поднял Иоанн Павел II? Ну, Нижний Папа, он хороший духовник, хороший человек, но ему не хватает той харизмы, того внутреннего чувства. Ему сложнее так объединить людей, как это делал предыдущий Папа. Возвращаясь к теме музыка и политика, когда вы написали вашу великую песню «Величита», я посмотрел, что происходило в 82-м году, насколько я знаю. Я смотрел, что происходило в мире в 82-м году. Это фольклендский кризис. Главная эскалация войны в Афганистане – Ливанская война. В Италии это убийство генерала Делакьеза, и вдруг песня «Счастье». Это могло быть только связано с одним. Италия стала чемпионом мира в этом году по футболу. Песня «Феличита» родилась как ответ на события 70-х годов в Италии, потому что эти годы характеризовались постоянными конфликтами, практически гражданской войной. В 10 лет я жил за рубежом, путешествовал между Испанией, Францией, Германией. И когда я возвращалась в Италию, для меня постоянная грудь, постоянные заметки в газетах о том, что были убиты 10 карабиньеров, любиты новые террористы. Итальянская музыка постоянно следовала за этими трагическими событиями. Поэтому для меня «Феличита» стала как ответа, как символ счастливый билет. И я считаю, что многие итальянцы, не только я один радовался этой песне, не только я один чувствовал это то же самое, многие меня поддержали в этом плане. Кроме того, что касается итальянской сборной, для меня было действительно неожиданностью, когда на одном из матчей, когда итальянская сборная победила, они в конце исполняли именно «Феличиту». Действительно неожиданность для меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok главных киностран, которая открыла массу новых направлений и дала толчок в кино практически всему. То есть это и Роберто Расселини, Антониони, Феллини. Есть ли для вас ваш итальянский кинорежиссер? Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что одним из великих режиссеров Джейна Ломбарди, он снимал как и фильмы очень высокого уровня, так и более популистские фильмы, в некоторых которых участвовали и я, и даже Челентано. Однако я считаю, что сейчас центр культуры фильма переместился больше в Америку. То, что они сейчас снимают, это больше направлено на показательность. Взрываются дома, бьются стекла, дым, кровь и так далее. По моему мнению, фильм должен быть прежде всего школой для души. Он должен обучать, может быть даже своеобразной Библией. Хотя если то, что сейчас снимают, это Библия, то тогда мы обречены. Говорят, что итальянцы плохо восприняли мой самый любимый фильм о Италии и вообще мой самый любимый фильм – это «Крестный отец». Вы как выходец с юга, как оценили эту картину? У нас у южных итальянцев все-таки немножко другая культура, хотя мы насаждаемся тем же самым солнцем, дышим тем же самым воздухом. Однако мы все же другие. Если взять Пули и Калаврио, это два разных по культуре региона. Безусловно, мафия есть, и она действительно настолько шокирующая, как она показана в этом фильме. Однако мафия родилась как способ защиты себя, защиты своей территории. Итальянцы, которые переехали в Америку, не зная ни языка, им пришлось объединяться с другими людьми, с англосаксами, с другими нациями, которые жили на тот момент уже в Америке. И таким образом они становились сильнее, и у них появилась возможность завоевать эту территорию, победить на ней. Мафия действительно, да, она есть, но она всего лишь как способ победы, способ защиты себя, своих семей, своей жизни. Супримация на рынке. Мистер Пентенджели, вы были членом клана Корлеоне. Вы служили под началом Питер Клеменца у Витек Корлеоне, известным также под кличкой Красный Отец. Не знал я никакого Красного Отец никогда. И у меня своя семья. Какой там клан, сенатор? Мистер Пентенджели, то, что сейчас говорите, противоречит вашим письменным показаниям, которые вы подписали. Я спрашиваю вас еще раз, вы сейчас дали присяги. Присяга, скажите, были ли вы в какое-либо время членом преступной организации, возглавляемой Майклом Корлеоне? И ничего про это не знаю. Многие рок-музыканты считают, что невозможна музыка без наркотиков. Вы посол ООН против наркотиков. Вы действительно считаете, что это одно из главных зол в мире? Я считаю, что Третья мировая война – это война войск, которые состоят из распространителей наркотиков и тех, кто их принимает. Многие люди живут в этом несуществующем раю, в этом придуманном раю на Земле, который создан наркотиками. Многие считают, что музыка может быть создана на основе внутренних впечатлений, внутреннего состояния, или же на основе какой-то внешней провокации, например, наркотиков. Мое мнение, что музыка должна создаваться на основе чувств, которые идут от грусти к радости, от внутреннего вдохновения. И она должна отражать это, а не быть спровоцированными наркотиками. Вы достигли самой вершины в музыке. Я знаю, что вы снимались и в ряде фильмов. Вы считаете, что вы что-то не сделали в кино и могли бы сделать больше? В любом случае, всегда можно и всегда нужно делать больше, чем ты сделал. И когда меня пригласили участвовать в фильме, я согласился, считая, что благодаря этому участию в фильме я научился многим вещам. Я понял магию света, магию фильма. И благодаря этому я понял, как необходимо вести себя перед камерой. Я почувствовал, что свет управляет многим. От него зависит, как ты говоришь, что ты говоришь, как ты себя ведешь. Спасибо вам огромное за вашу музыку, за ваше интервью. Спасибо за то, что приехали в Москву. Спасибо большое за интервью и за чай. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok У нас в гостях был Альбана Коризи. Спасибо. С вами была программа «Панорама». До следующей недели.